Зинаида Михайловна Кириенко Спасибо, дорогие, я так рада. Вот как это звучит, вроде человек всегда, выходя на сцену, артист говорит, я рад очень. Но как передать вот это другими словами чувство, которое меня распирает. Я очень рада, что вы здесь. Мне легче в кинотеатрике выступать, даже маленьком. Там есть экран, там я могу показать свое искусство в кино. В нескольких сценках маленьких, но они бы вам напомнили об очень больших временах. А то, что мы когда-то жили, чувствовали, молодые, не очень разные. Родилась я в Махачкале. Жили потом в Дербенте, потом на Ставрополье, в Станицу. Мама поехала в освобожденный район восстанавливать разрушенное войной хозяйство. А хотя отец совсем другой. Совсем. Я его почти не знаю. Но все-таки скажу, вот откуда я произошла. И как революция влияет на детей. Вот то, что происходит. Сейчас, кажется, взрослые воюют между собой. А отражается. И будет отражаться, Бог знает когда. Вот я, например, так и не знаю своего отца. Потому что, когда началась революция, ему было 17 лет. И он был по классу трубы в юнкерском училище. Кантонист. Будущий музыкант. Вот. И музыкант такого военного оркестра. Но их в 19-м году из Новороссийска, как в Тихом Доне, уезжал теплоход. Вот так их посадили, пацанов. Спасали, наверное, русский кинофонд. Я так причисляю себя в какой-то степени к нему. И отправили в Англию. В Англии встречали не очень радостно наших посланцев. И они устраивались, как могли. В школе, конечно, участвовала в самодеятельности. Это все пели мы. Я запевала. «Скажи, сынок, скажи, родной, скажи, казак мой удалой, В какую даль, в какой огонь, тебя носил горячий конь». Он отвечает. «Я, мама, был в таком огне, что опалил он сердце мне. Он ждет, он ждет, он ждет в груди, но ты прости, мне слов об этом не найти. Скажи, сынок, скажи, родной, и так далее». Сидит Василий Васильевич, да ты, плачет, не стесняется, у него текут слезы. И он только так отворачивается. Время какое было. Это же время. И никто не смеялся, никто не удивлялся этому. Потому что в каждой семье что-то было свое. Ну, если вам сказать о моем таком, наверное, подвижническом характере, то я впервые в Москву уехала, когда мне было 16 лет, окончив 7 классов. И поступила в техникум. Мне хотелось быть в Москве, как-то обтесаться, образоваться что-ли, ближе ко ВГИКу. Ну, а я знала уже про ВГИК. Общежитие было за городом, по Ярославке. И этой картошкой, которую ребята тащили на огородах, потому что время было такое, с едой. И жарили без конца на этой кухне общей, ну, в общежитии. А потом в этой же кухне были танцы. И вот почему-то я не ходила на эти танцы. Я не знаю, я как-то, наверное, все-таки диковатая была. Я приехала во ВГИК с желанием поступить. Сдавала экзамены на колоквиуме. Меня Герасимов спросил, а почему ты решила стать артисткой? Я говорю, да не могу, я так кино чувствую. У меня есть любимая актриса. Это Тарасова Алла Константиновна, Вера Петровна Морецкая. Вот их героини со мной творили что-то необыкновенное. И я хочу, чтобы зрители, глядя на моих героинь, так же чувствовали это. Что такое мастерская Герасимова? Что от нас требовали? Боже, сохрани накрасить губы. Боже, сохрани, но глаза тогда вообще не красили. И у меня был такой случай, я не знаю, я, может быть, расскажу, потому что в этом вот как-то тоже проявился характер. И для Сергея Полинаровича, тем более, глядя на это, что я из себя представляла, была назначена сцена «Проклятие Григория». Господи, накажи! Конечно, когда я начала страсти метать, я сорвала с головы платок, и мне уже это было всё. Но правда, или вот я очень готовилась, конечно, но у меня получилось очень ярко и выразительно. И это было для меня чёрное небо и громы, и молнии. Единственное, что я упала на стол, а не на пол. Я-то думала, что будет хвалить, наверное, что я так показалась. А это же третий курс, только начало. Могут отчислить профнепригодность. И я счастлива от того, что у меня получилось. Он говорит, это что такое? И как начала кричать, и так мне обидно стало. Я сказала, ну и не надо мне ваш в ГИК, и не нужна мне ваша Москва, и не нужны вы мне, и вас Шолохов. И тут уже я в истерике забилась и на столе остановилась опять-таки. И все испугались. Открыли дверь и думают, что там происходит? Кого там режут? А Герасимов тоже он опешил. Подошел так по голове, погладил, как ребенок. Да успокойся ты. Да будешь ты сниматься? Ну, голову приведи в порядок. И правда, и больше никогда Герасимов мне не это... Не кричал на меня ни разу. Вот это было первый и последний раз. Хутор Дичинский, где снимался Тихий Дон, не в Вешенской, а вот на хуторе Дичинском. И там Северский Донецк, кстати. Вот, ну, там художники нашли вот этот пологий берег такой с подъемом. Место красивое очень, которое выразительно было для кино. Вот, и там по ночам девушки пели, ходили еще. Не знаю, сейчас уже не поют никто. А тогда пели, ходили. Они пели... Вина в Аталии, вина в Аталии, вина в Аталии, вина в Аталии, что люблю. Вина в Аталии, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему. И они на разные голоса, вот это хор. И трагически пели на Вина в Аталии, а потом вдруг в каком-то фильме, по-моему, Тучинадборска появилась эта же песня, но Вина в Аталии, Вина в Аталии, это уже совсем другое. А там страдания девичьи были. Такая маленькая поэма. Я ее всегда читаю, ну, часто. Почему? Потому что это как бы перекличка с моими героинями. День был красный, как пасхальное яйцо. Выходила молодушка на крыльцо. Выходила молодая бусиком и смотрела вдаль. Ладошка козырьком, там от речки, сквозь густой березнячок ехал санушка. Кипчонка на бочок то прикуривал, то сосочку тушил, въехал сдержанно, нарочно не спешил. До избы лежала добрая верста, а жена уж отворяла ворота. Пропускала, провожала до крыльца, выводила из оглобель жеребца. Словом ласковым его смиряла пыл, тихо слушала, как муж ее охвалил. Уж крепилась, не вникала в те слова, чтобы от счастья не кружилась голова. Укосилось то пасхальное яйцо, изменилось молодушкино лицо. Вся судьба ее давно и в крив, и в кость. Так ведь время-то какое пронеслось. Три войны сумела вынесть на плечах. И не стоит говорить о мелочах, что мне делать, чем помочь судьбу Клиня. Ведь она родная бабка для меня. Усадить, да завести такую речь, чтобы от мыслей преждевременных отвлечь. Проузорчатое прежнее житье, лучше нет воспоминаний для нее. Там была она, селена и молода. Там родилась и осталась навсегда. Когда у меня появились первые внуки, это было довольно давно, мне говорили мои коллеги, ну что ты о внуках, ты выходишь, такая молодая, изящная, что тебе бабушка. Я говорю, а это моя гордость. Мои сыновья, у меня их два, мои внуки. А теперь еще и правнущик уже бегает. Пускай в листве большого дуба, перебирая до низ свои, как мужики, свежо и грубо о жизни судят воробьи. И, дожидаясь белой ночи, благоухает белый сад. Пускай кузнечики стрекочут, жуки навозные ворчат. И не пугает слишком боли среднеизбежных перемен, что смерть когда-то все отнимет и ничего не даст взамен. Пусть лучше думается смело и, прежде прочего, всего, что в жизни делается дело не без участия моего, что этот свет мне все дороже. И я ищу все больших дел не потому, что стал моложе, а потому, что не старел, чего и вам желаю. Субтитры создавал DimaTorzok